В Владимирской области выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом за сутки, на 3 меньше, чем днём ранее. Госпитализировано 12 человек, накануне в больницы попали 3 жители области. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания ковидом в нашем регионе теперь 177 209. В лидерах по заражениям Владимир 6 заболевших за сутки, на втором месте Муром там выявили 4 новых случая, на третьем Ковров 3 заболевших. В регионе за сутки не зафиксировано смертей от коронавируса. Общее количество погибших за всё время пандемии 3559. Выздоровели за сутки 13 человек. Всего болезнь победили 172 666 жителей области. В погоне со стрельбой. В Кижачском районе пьяный водитель устроил гонки с полицией. На трассе Покровного сёлого Киржач дорожные полицейские обратили внимание на автомобиль, водитель которого совершал неуверенные манёвры. На требование остановиться он не отреагировал. Госавтоинспекторы пустились в погоню. В попытках скрыться водитель легковушки совершал опасные манёвры. Несколько раз выезжал на встречную полосу. Судя по видео, в какой-то момент нарушитель свернул с трассы в гаражный кооператив. Чтобы остановить лихача сотруднику ГИБДД пришлось использовать табельное оружие. В ходе несения службы на автодороге Покровного сёлого Киржач госавтоинспекторы обратили внимание на автомобиль, водитель которого совершал неуверенные манёвры. Требования полицейских об остановке он проигнорировал и попытался скрыться. Для остановки транспортного средства один из сотрудников полиции произвёл из табельного оружия несколько предупредительных выстрелов вверх. В результате автомобиль был остановлен в гаражном комплексе в городе Киржач. После задержания выяснилось, что мужчина был за рулём в состоянии алкогольного опьянения и без прав. Причём водительского удостоверения он лишился ещё в январе прошлого года. И даже был задержан за повторное нарушение спустя несколько месяцев. После чего по решению суда ему были назначены обязательные работы. Но, по всей видимости, наказание должного эффекта не произвело. Теперь в отношении горе-водителя составлены административные материалы сразу по нескольким статьям. А также возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы. Оставить меру пресечения без изменений и продлить срок содержания под стражей на полгода. В Ленинском районном суде состоялось второе заседание по делу Григория Вишневского. Прошлое было отложено из-за неявки адвоката подсудимого Дмитрия Хорста. Правда, и в этот раз защитник из Москвы отсутствовал в зале судебных заседаний. Интересы Вишневского представлял владимирский адвокат Татьяна Грачёва. Бывшего вице-губернатора области по социальному развитию региона обвиняют в трёх эпизодах получения взятки и в одном эпизоде мошенничества. Судя по сообщению на сайте суда, общая сумма незаконно полученных Вишневским средств составила примерно 985 тысяч рублей. По одной из статей, получение взятки в крупном размере подсудимому грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе этого заседания обсуждался вопрос об избрании меры пресечения для бывшего высокопоставленного чиновника. Срок нахождения Григория Вишневского под стражей как раз истекает 14 ноября. Сам обвиняемый и его защита настаивали на домашнем аресте. Но гособвинитель потребовал оставить Вишневского под стражей. В итоге судья вынес следующий вердикт. Вишневский, находясь на свободе, может скрыться, воздействовать на свидетелей обвинения или иным путем воспреказанного производства. Уголовное дело Вишневского постановил меру пресечения в виде исключения под стражей под судью Вишневского Григория Николаевича. 3 января 1977 года рождения оставить без изменения на срок 6 месяцев под 26 апреля 2023 года включения. Новый защитник Вишневского попросил в суд две недели перерыва для ознакомления с делом. Ходотайство адвоката было удовлетворено. Следующее судебное заседание по делу экс-вице-губернатора запланировано на 30 ноября. На нем должно уже начаться судебное следствие. Президиум регионального совета Единой России поддержал кандидатуру Дмитрия Наумова на пост мэра Владимира. Информация об этом появилась 14 ноября примерно в 10.30 утра на сайте областного отделения партии власти. Президиумом регионального политического совета Владимирского регионального отделения партии Единая Россия было принято решение рекомендовать и поддержать кандидатуру Дмитрия Викторовича Наумова, представленную конкурсной комиссией по результатам конкурса для избрания на должность главы города Владимира. Напомним, заявки на участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Владимира изначально подавали 5 человек. Но за день до проведения конкурса 9 ноября один из кандидатов в Рио первого замгубернатора Дмитрий Лызлов решил снять свою кандидатуру. В итоге конкурсная комиссия одобрила оставшиеся 4 кандидатуры. Первого замкоординатора регионального отделения ЛДПР Владимира Рыкунова, замдиректора департамента экономического развития Андрея Наумова, его однофамильца главу администрации Гороховецкого района Дмитрия Наумова, а также зампреда ЗАГС Собрания региона Романа Кавенова. Но в субботу 12 ноября появилась информация о том, что последний решил снять свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Владимира. Мы решили позвонить Роману Валерьевичу для разъяснения такого решения. Заместитель председателя областного парламента объяснил свой отказ решением, что называется, сверху. Я как бы как человек системный, да, там заместитель секретаря, зампред ЗАГС, вот, ну, само участие в конкурсе эта история была не мое личное решение, разумеется, а в общем-то это такое согласованное было действие, вот, и с председателем, и с губернатором, вот. Но, как бы, в определенный момент губернатор и председатель поставили новые, ну, задачи на перспективу, вот, который требует моего нахождения на нынешнем месте работы в качестве заместителя председателя ЗАГС, поэтому я подал заявление о неучастии в дальнейшей процедуре. Теперь в гонке за пост мэра остались три кандидата. Из них президиум Рексовета партии власти решил поддержать именно Дмитрия Наумова. Учитывая, что городской совет полностью состоит из членов партии «Единая Россия», несложно догадаться, кто в среду станет новым городоначальником областной столицы. Еще до оглашения решения конкурсной комиссии 10 ноября, глава Гороховецкой администрации подчеркивал в разговоре с нашим телеканалом, что Владимир ему хорошо знаком, и он в случае победы справится с возложенными обязанностями. Город Владимир мне не чужд, я его знаю, я здесь учился, я здесь очень много провожу времени, я много знаю людей, поэтому я четко представляю, что из себя имеет в виду город Владимир, все его болячки, проблемы. Это вопросы жизнеобеспечения, транспортной доступности, развития инфраструктуры, конечно же, и культурная направленность, благоустройство города, социальные моменты. Город развивался в правильном направлении, и ряд моментов, которые уже начаты, их просто нужно будет правильно реализовать. Получается, что с отказом от участия в гонке Романа Кавенова и решением президиума регионального совета партии «Единая Россия» интрига не сохранилась. Правда, решения региональных партийцев должны еще поддержать их столичные коллеги из Генерального совета «Единороссов». К слову, напомним, что рекотделение «Единой России» возглавляет губернатор Александр Авдеев. Так что оснований предполагать, что Генсовет партии не поддержит свое Владимирское отделение, нет. И в среду, 16 ноября, 25 депутатам-единороссам, по сути, останется лишь проголосовать за Дмитрия Наумова. Алексей Домнин, 6 канал. Мусор летит в окна, а от вони трудно дышать. Жители дома номер 1А по улице 9 января жалуются на проблемную помойку под окнами. Из-за близкого расположения к жилому дому люди вынуждены наслаждаться всеми прелестями антисанитарии. «Летом у нас, когда вот это сыро, все это летит от мусора, у нас вода здесь, появляются мухи. Туалет устраивают здесь вот все. У нас общежитие рядом. И вот ходят все, и туалет устраивают. Бомжи лазают за этими, за бутылкой. Поэтому у нас всегда так мусор, и нас это вот очень не устраивает». На всю округу это, по сути, одна мусорка. Так что пользуются ей жители сразу нескольких домов. И при том, что на площадке лишь один контейнер. Он явно с нагрузкой не справляется. Отходы приходится складировать. Рядом с ним жалуются люди. «Вывозили у нас мусор два месяца назад, разбили контейнер. Так он у нас стоит, вообще мы им не пользуемся. Мусора очень много. Все ложат мусор вот сюда. И поэтому никто больше нам не заменит его». Рядом с домом находится пруд. По словам жильцов, мусор летит и туда. Да. Местные признаются, что решили здесь жить только из-за водоема. Красиво летом и зимой детям от рада. Они здесь катаются на коньках и ватрушках. Люди уверены, что помойка стоит здесь не по правилам. Дескать, должно быть 20 метров от дома, а тут 19. Но, как говорят жители, директор управкомпании, если и пойдет на уступки, то только в ущерб пруду. «Давайте перенесем раз 20, еще метр туда сдадим. Я говорю, ну как метр сдадите, а мы опять же придем к пруду. А детишки наши, которые играют, ребята приходят, рыбу ловят». Раньше со всей округи отходы выкидывали в баки у магазина продуктов. Позже их перенесли сюда. Мнение жильцов не спросили. Эксперты в сфере ЖКХ подтвердили, что мусорную площадку установили незаконно. Без согласования с жителями ее размещение возможно только с разрешения надзорных органов. Не соответствует стандартам ее обустройство. Новые места размещения контейнной площадки не соответствуют требованиям станки. Там их несколько. Эта площадка должна быть огородена с трех сторон, бетонное основание и наличие разворотной площадки. В управкомпанию оперативно дозвониться не удалось. Мы подъехали для личной беседы, но съемочную группу даже за порог не пустили. Эксперты в сфере ЖКХ советуют, если с управкомпанией диалог не строится, то обращаться нужно сразу в государственную жилищную инспекцию. Там должны помочь. А что касается разбитого контейнера, то, как нам пообещал представитель компании-регоператора по вывозу мусора, уже 15 ноября его заменят на новый. Продолжение следует...